Федеральный центр готов помочь бизнесменам, которые представляют 11 отраслей экономики. Полный список приведен в постановлении правительства номер 434. Компании могут получить зарплатные кредиты под 2% годовых. Если предприятие сохранит 90% сотрудников, государство погасит кредит за свой счет. Если занятость составит 80% только половину суммы. Но не все могут получить господдержку из-за того, что список отраслей подобран по принципу АКВЭДов – основных видов деятельности. Есть организации, предприятия, у которых заявлено несколько АКВЭДов. И основной АКВЭД заявленник по сути не является предметом основной деятельности. Так исторически получилось от многих предприятий. И предприятия просто диверсифицированы. Поэтому они в категорию не попадают. У нас было предложение изначально, мы будем настаивать, что критерием должен быть не АКВЭД, а потеря выручки на 30 и более процентов. Например, общепит, у которого при регистрации главным видом деятельности указал розничную торговлю, чтобы получить помощь, придется доказать, что основной доход приносила именно столовая. Уполномоченному по защите прав предпринимателей поступило уже 200 обращений от бизнесменов региона, которые не могут получить льготные кредиты. Судьбу предпринимателей будут решать на областном и федеральном уровнях. Вторая мера поддержки пострадавшим отраслям – отмина страховых взносов и налоговых выплат за исключением НДС на три месяца – апрель, май и июнь. Если предприятия четко относились к рекомендациям и требованиям указа губернатора и не работали в этот период, то, конечно, возможность оплатить налоги у них крайне затруднительно. И поэтому то, что президент понял эту проблему, что надо не просто перенести и когда-то оплатить, а не надо накапливать долги, а дать возможность предприятиям просто освободиться и войти в новую реальность, которая какая-то у нас будет без долгов – это очень большой шаг со стороны государства. И сами предприниматели и помогающие им ведомства отмечают, чем быстрее снимут ограничения, тем быстрее восстановится экономика региона. Поймите, каждый отдельный бутик, магазинчик, монетарный центр – это чья-то судьба, это чья-то заработок, это детишки. Кто-то, может быть, стариков, 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 понимаете. Каждый потерянный день – это потеря выручки раз, а потом это может привести к потере бизнеса, и, соответственно, к потере налоговых выплат, налоговыплаты на штаб. Они на то же социалку идут в итоге. Если ограничения будут сняты, предприниматели готовы соблюдать жесткие меры безопасности и требования Роспотребнадзора.